Иркутянин Евгений Богданов родился в деревне. Рыбалку любит с детства. И не пропускает возможность выйти на лед даже зимой. Рыбачить не боится и знает, что безопасная толщина 10-15 сантиметров. А после сильных холодов риск провалиться минимальный. Рыбать у меня всегда по рыбалкам тоже. Поэтому маленько знаю, куда лезть и куда не лезть. Здесь вижу, что где люди рыбачат, соответственно, там можно рыбачить. В незнакомые места один стараясь не лезть, все равно должен быть кто-то рядом. Место незнакомое, не знаешь, когда, где и как. Можно и подпровалиться, тоже нежелательно. Один-то уже не выгребешь. А кто-то рядом будет, возможно, помогут. Перепады температур особенно опасны для любителей зимней рыбалки, которые спешат выйти на лед, едва наступают первые морозы. Спасателям приходится ежедневно устраивать рейды по водоемам и предупреждать людей об опасности. Несмотря на минусовые значения, лед в некоторых местах еще недостаточно окреп. На нижнем бейфе у нас реки Ангара в результате проводящихся сбросов воды на плотине газ происходит колебание уровней воды. То есть лед может в определенных местах проседать, соответственно, появляются трещины, также опасные для провала. Во время рейдов спасатели рассказывают рыбакам, как спастись, если вы провалились под лед, и раздают памятки о безопасном поведении на водоемах зимой. А мы напоминаем, берегите себя и будьте благоразумны. Екатерина Сраватская, Константин Синицын. Новости. Сейчас.